приветствую всех на своем канале меня зовут анна и это мой канал волшебные спицы с анной сегодня у нас 11 февраля я спешу начать третий процесс совместном проекте 3 а старты февраля значит напоминаю вам что данный проект организовала светлана и и канал связано спицами светлана на все на канал светланы на все каналы девочек которые участвуют данном проекте а я оставлю всю информацию в описании под видео проходите по ссылкам смотрите у девочек уже много много выложено видео и первые старты уже вышли вторые старты получается 2 2 старт тоже вышел так что очень много всего интересного девчонки навязали смотрите вдохновляетесь может что-то почерпнете у них тоже вот а я хочу вам рассказать про свой третий старт в моей детской неделе это я буду вязать манишку вот манишку для внучки так как у меня здесь немного пряжи сейчас я вам скажу сколько помочь 40 грамм стуле 40 грамм вроде 45 грамм вот и пряжи минимум мало мне кажется ее будет потому что я вывязывала другую манишку вязала мне хватило 55 грамм все-таки эти 10 грамм они будут играть какую-то роль поэтому я скомбинируем я начну манишку с молочного цвета пряжи и закончу уже вот этой коричневой не такой вот я думаю будет смотреться неплохо главный воротничок будет увиден что он будет светлый и так как это у нас yarnart baby и здесь у меня стопроцентный акрил горловина не будет ребенку колодца а здесь у меня пряжа это остатки от flowers мирина от yarnart а здесь у меня в составе 25 процентов шерсти 75 процентов акрила идет и поэтому здесь потеплее и получается что вот спинку и грудку будет закрывать вот это ну вот это нить так что буду стартовать с этого так здесь по пряжи что вам сказать что это color 502 в 50 граммовом моточки 150 метров рекомендуемый размер спиц здесь у нас идет три с половиной и по-моему здесь тоже идет три с половиной если я не ошибаюсь нет здесь 400 ну четыре с половиной рекомендую ничего можно будет совместить ничего страшного здесь будет по просто по плотнее полотно будет связано здесь будет по здесь будет связано как надо здесь будет просто по плотнее вот но спицы я возьму три с половиной как и рекомендуют больше спицы брать не буду меньше будет некрасиво так что я ухожу вязать подключусь к вам вечером покажу свои продвижения все не переключайтесь не уходите у вас пройдет секунда а у меня целый день практически ну все до встречи так но это мое второе подключение слушайте так меня этот процесс мой увлек что я подключаюсь очень поздно ну и конечно же и результат намного лучше чем другие процессы у меня манишка как видите связано значит что я сначала хотела вязать ее как до этого вязала при помощи линии реглана провязать линию реглана и вязать как ну с линией реглана но потом подумала что у меня такая манишка уже похожая связано думаю надо связать что-то другое и вот ну как все знают что на ю тубе много чем можно найти и думаю да и поищу как как бы такое интересное что-нибудь связать с круглой кокеткой и к моему так говорит как моей радости я нашла мастер-класс у девушки с которой мы во многих проектах место вместе состоим а вот и там самое главное вы знаете я не очень смотрю по петельный мастер-класс так как как бы немножко у меня опыта больше мне самое главное видеть схемы да а принципе вязание у каждой рукодельницы наши ну у каждой рукодельницы как бы свои вот мне главное видеть схему да и понять как а вот а по петельная как бы не ну не вижу это уже очень давно тогда я делаю и вот на канале есть такой канал замечательной парикой по рукодельничаем называется канал этот светланы у нее очень много мастер-классов таких как сказать простых и доступных я вязала по ее мастер-классу следики а вот я посмотрела что у нее на много разных манишек связано да а там для взрослых есть у нее и вот последний манина нашла у нее значит манишку для там было для взрослого но я взяла у нее там узор как узорчик вот этот нарисованы как бы узорчик да там был нарисован от руки и я вот решила применить этот узорчик в своем в своей вот этой манишки на канал светланы я обязательно оставлю ссылку проходите девушка очень все это доступно рассказывает все показывает по петель надо кто вот новички то есть могут сесть вместе с ней по петельно все провязать кто более опытные во всяком случае вязальщицы могут что-то почерпнуть у нее у нее очень все доступные мастер-классы вот проходите смотрите ну про свою манишку что скажу что я извязала эти остатки которые я вам показывала полностью в ноль как и говорила добавила я здесь значит белый цвет но не белая молочный цвет дабы мне хватило полностью все на манишку у меня в принципе была задумка извязать именно цветной ну вот вот этот остаточками на которые от ярнарта да у меня остался вот а здесь у меня получается чисто вот этот акриловая пряжа baby до который называется ярнарт у меня значит ушло здесь немножко совершенно на горловину значит горловину я вязала один на один но у меня изнаночная петля была изнаночной скрещенной для чего чтобы вот когда я буду вот так подгибать чтобы у меня вот такая красивая получилась такая знаете фактурная в резиночка вот видите вот она идет у меня вот как отличается если обычная лицевой вы вяжете а здесь у меня идет лицевая скрещенная вот и мне очень нравится как она ложится в полотне люблю я скрещенную лицо увязать вот и когда ребенок будет подгибать вот так раз и будет вот такая красивая горловинка вот ну я довольна то что я это связала и у меня сейчас получилось не будет вторая кокетка 2 извиняюсь манишка которая друг другая есть на заменку как говорится так это все будет по плечикам грудку будет прикрывать здесь получается у меня более шерстяная часть здесь у меня получается акрил вот так что третий старт все завершён здесь конечно еще не убраны ниточки это все уберется спрячется и уже поподробнее про ниточку про все я вам все расскажу в итоговом видео ну все это моя такое небольшое короткое подключение по третьим по третьему старту проходите в описании под видео там ссылочки на канал и девочек на канал организаторов смотрите вдохновляетесь другими изделиями всем пока пока спасибо за комментарии за лайки за то что остаетесь со мной на канале увидимся с вами в итоговом видео и и и